Сегодняшнего дня в Лос-Анджелесе попасть в бары, рестораны, торговые центры, музеи и салоны красоты смогут только привитые. Законопроект, запрещающий вход в помещение невакцинированным, подписанный мэром города Эриком Гарсетти, месяц назад является одним из самых строгих в США. На входе в ресторан Hotville Chicken Марго показывает документ, подтверждающий, что она привита от коронавируса, и удостоверение личности непривитым сюда вход воспрещен. В моем окружении есть непривитые, и такой запрет станет отличным толчком для них пойти и привиться уже в конце концов. В полупустом ресторане семья Кассиас говорит, что чувствует себя в безопасности. Запрету на вход невакцинированным от COVID-19 они рады. Я считаю, что вакцина – это правильный выбор, и его должен сделать каждый. Кто-то отрицает все эти запреты, но им просто нужно объяснить, что все это делается ради вас и ваших близких. Пока привитые посетители заведения радуются быстрому сервису и отсутствию очередей, хозяйка ресторана Ким Принц переживает, удержится ли на плаву. Почти год из-за пандемии мы были закрыты и работали только на вынос. И вот мы наконец-то заработали. И нам надо запретить вход в ресторан для определенной группы людей, которые нас поддерживали всю пандемию, заказывая у нас обеды. В районе, где расположен Hotville Chicken, низкий уровень вакцинации только 50% населения района Hotville привиты. Такой запрет на посещение ресторанов, кинотеатров, салонов красоты может разорить малый бизнес в этом районе, уверена Ким. Я могу поехать в аэропорт, и мне не нужна была справка вакцинации. Не нужна она и в продуктовом магазине. А когда я иду в ресторан, мне нужно показать справку, что я привита. Я не понимаю, в чем смысл этого. Что касается тех, кто освобожден от прививки по религиозным убеждениям или медицинским показаниям, то им нужно будет предоставить отрицательный тест на коронавирус, сделанный не ранее, чем за 72 часа до момента его предъявления. Всех остальных непривитых посетителей ресторанов обслуживать будут на улице. Все это ненормально. У людей должен быть выбор, куда им ходить. Маска бы вполне хватило для защиты. Это перебор какой-то. Если владельцы какого-то бизнеса будут спрашивать меня о карте вакцинации, я просто развернусь, уйду и никогда туда не приду. И такие заведения очень скоро просто закроются. Туда не захотят ходить люди. Сама я привита и в целом нормально отношусь к запретам, но не уверена, что большинство людей поддерживают эти новые введения. Ждите проблем. О проблемах говорили и сами лос-анджелесские законодатели, которые за этот указ и голосовали. Мол, не всякий посетитель, которого не впустят в заведение, отреагирует на отказ спокойно. С ноября власти города обещают начать штрафовать спортзалы, рестораны, кинотеатры и салоны красоты. Если при проверке обнаружится, что внутри помещений непривитые, сумма штрафа составит до 5000 долларов. Ангелина Багдасарян, Васген Варжебетян. Настоящее время Америка. Калифорния. Лос-Анджелес.